Привет, меня зовут Игорь и мы снова для вас подготовили самые интересные новости из айтишного мира за последнюю неделю. Долгожданный шутер Call of Duty Black Ops 3 появился на прилавках. В Call of Duty Black Ops 3 игроки попадают в будущее, где война проходит уже по совсем другим правилам, а ключевую роль играют солдаты Black Ops нового поколения. Впервые в серии используется абсолютно новая система передвижения, которая меняет привычный стиль игры в Call of Duty. А ведь все начиналось со Второй мировой. Тем временем, пока все выпускают новые игрушки, компания Samsung выпускает новый ноутбук с разрешением дисплея 4К. Сердцем лэптопа служит процессор Intel Core i7-6 поколения с тактовой частотой 2,6 ГГц, в то время как за обработку графики в нем отвечает встроенный NVIDIA GeForce GTX 950M. Объем, установленный в Book 9 Pro оперативной памяти, составляет 8 ГБ. При весе немногим более 2 кг новинка комплектуется аккумулятором, емкости которого хватает, по данным производителя, на 6,5 часов работы. Благодаря шармирному креплению ноутбук поворачивается на 360 градусов и превращается в планшет. Внимание! Безопасность! Google предупреждает, что в продаже есть USB, которые могут сжечь ваше устройство. Будь осторожен. На пробу из сайта Amazon были приобретены 13 кабелей и переходников. Из этого числа только 3 изделия оказались изготовленными в точности с требованиями. 10 других изделий, которые все еще находятся в свободной продаже, потенциально способны сжечь ваше устройство. Поэтому наш вам совет. Берегите свои устройства и свои нервы. Перестаньте покупать переходники, переходя подземным переходом. Компания Facebook рассказала о своей работе над искусственным интеллектом, который позволит описывать фотографии для слепых людей. Марк Цукерберг на своей страничке опубликовал видео, как работает этот интеллект. По его словам, искусственный интеллект теперь может посмотреть на фото и выяснить, что на нем изображено, а потом объяснить это вам. Впрочем, это лишь малая часть того, чего хочет достичь компания. Возвращаясь к теме безопасности. Компания Lookout обнаружила 20 тысяч вредоносных программ, которые маскируются под всеми известными сервисами и приложениями. Чтобы вы были в курсе, я вам перечислю. Candy Crush, Facebook, Google Now, New Times, Twitter и WhatsApp. После скачивания зараженного приложения, вирус получает администраторский доступ и незаметно функционирует в фоновом режиме. Для пользователя вирус становится неудаляемым. Его нельзя вылечить на вашем устройстве. На дорогах Лондона компания Google тестирует билборды с рекламой в стиле веб. По сути, вместо обычных билбордов висит экран, на который всплывает такая же реклама, как браузеры с крестиком. Ну и по актуальности она подходит точно так же, как и в интернете. Допустим, ты после работы едешь уставший и хочешь побыстрее доехать, но тут пробка. Вот в таких ситуациях дисплей нужен. Выскакивает приложение, мол, а не хочешь ты ли меня, дружок, скачать, и я быстро тебе покажу маршрут, как доехать домой. По сути, это такая же реклама, как в интернете, ничем она не отличается и, можно сказать, она такая же надоедливая. То, чего мы так долго ждали, наконец-таки свершилось. Опубликовали трейлер фильма «Варкрафт». «Варкрафт» представляет собой трехмерное эпическое приключение, действия которого разворачиваются в созданной Близзард-вселенной. Режиссером фильма является Данкан Джонс, известный по Луне 2112 и исходному коду. Премьера фильма «Варкрафт» намечена на 10 июня следующего года. Продлившиеся 123 дня съемки завершились еще в мае 2014 года. Это были все новости на сегодня, но в конце фирменная финалочка. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о нас, родителям, звоните, пишите письма. До свидос. Юный падаван, мастером джедая может стать, прикоснувшись к подписке лишь. Ставь лайки, юный мой дорогой. Я чувствую силу в тебе. Юный падаван, мастером джедая может стать, прикоснувшись к подписке лишь.